всем привет еще раз из леса вестима сегодня я рассказываю о тем какие вещи для меня важны фотографии поговорим о штативах зачем они нужны почему они дают свободу с точки съемки и вообще что хорошего в них что плохого солнышко вышло все нехорошо если не маленький штатив на камере камера муравьи не мешают съемки надеюсь все пройдет надеюсь хорошо значит я выделил удобства так основной термин при выборе тех которые я стараюсь осветить на канале вот и мой и в том числе на канале листом в фотографии удобством движет все в нашем мире человек ленивое существо привыкает хорошему соответственно удобства для него прежде всего что касается что мы в это понятие вкладываем универсальность долговечность органичность безопасность надежность ну и очевидность вот так я отсортировал это слово если разобрать его по буквам переставил камеру солнце вышло с другой стороны из-за тучи и соответственно блики нам помешали надеюсь они помешают что я вкладываю понятие универсальность когда говорим о штативе это большая высота штатива я рассматривал для каких случаев это нужно для съемки с верхних точек когда вы не можете сделать это с рук дальше малая высота особо малая высота потому что многие штативы грешат тем что вы не можете снять совсем с низкой точки дальше это нужно для макросъемки или для сканирования пленки это очень удобный способ для сканировать пленку с помощью фотокамеры нужны не какие-то планшетные сканеры которые дают низкое качество можете делать это сами с аппаратом съемка с ограничением доступа я рассказывал в том видео который я снимал предыдущие как можно подобраться к объекту тренога сама уже не может подойти вы можете выдвинуть штангу и соответственно подойти к ней ближе ну и съемка видео для многих это важно кто снимает фотокамеры видео и хочет получить какой-то универсальный вариант для съемки в том числе и фото и видео варианта вот с такими головками на подшипниках с плавным ходом хороший вариант поскольку те видео головки которые даже с жидкостью они дают возможность вам работать только в двух плоскостях третья плоскость для вас закрыта здесь все это работает это что касается универсальности дальше долговечность долговечность это металлический сплав сплав алюминия это долговечные штативы вы можете их встретить даже старые штативы 10 20 30 лет и более там 50 лет которые до сих пор металлические штативы люди используют и соответственно каких-то сложностей долговечных людей специальные которые защищают металл защищает не только вот коррозии не защищает от других нежелательных вещей пыли защита грязи защиты дальше понятия долговечность входит еще отсутствие пластика в данном случае здесь пластик только ручки на которые я держусь ручки которые позволяют мне крутить все остальное это металлическая часть ну и подшипники в данном случае здесь стоят подшипники вы знаете что наличие подшипников подразумевает что повороты будут очень долго потому что подшипники трения так называемые или пластиковые тем более они достаточно быстро выходят из строя органичность дизайн красота всех это интересует чтобы вещь не только было удобно но еще и выглядят прилично и соответственно все было хорошо красота здесь красота том числе несет и функциональность все в едином черном цвете ну кроме за ленты которые здесь зелененькую налепил потому что ручки здесь имеет разные разные глубины ухода соответственно я пометил верхнюю а так все черное все в едином стиле очень удобно красиво для переноски единый черный цвет ну чехол красивый чехол тоже серо-черного цвета невзрачный неприметный выглядит и сделан в едином стиле небо липует сейчас можно посмотреть солнце светит ну никаких блестящих таких вещей нет сейчас люди любят все блестящее многие здесь это неприемлемо фотографии поскольку это лишние блики и это на самом снимке ну и приятное на ощупь покрытие которым я говорил она играет роль в том числе и для рук человека поскольку вы это все руками будете пользоваться соответственно это все очень приятно матовая все все приятно на ощупь следующая безопасность и надежность для того чтобы надежно закрепить камеру хорошем штативе мощная металлическая площадка которая крепится камере надежно в данном случае у меня был брекетом я отдельно видео снимал про это и соответственно специальная система крепления быстрое крепление или не очень но не позволяет камере упасть даже если вы переворачиваете идете со штативом это всегда все надежно также в случае если штатив тяжелый или устойчивых как вот этот он не перевернется от ветра я рассказывал случае на крите с девушками которые ловили камеру падающую на легком штативе и соответственно для того чтобы это еще и можно подвесить на крюк сумку есть специальный крюк на который можно повесить это тяжелое еще больше закрепить эту конструкцию металлические элементы в конструкции везде втулки на которых движутся сами ноги подшипники в узлах перемещения металлические магниевые вставки при раздвижении штатива которые очень крепкие но при этом легкий позволяет вам фиксировать на любом уровне штатив с учетом того как вам нужно это сделать можете сам выбирать какой наклон до какой степени опускать я уже показывал что когда вы имеете много степени свободы это вам дает возможность множество всяких экспериментов творческих со штативом это то в принципе для чего он нужен этот штатив конкретно этот штатив я замерял максимально раздвинутые ноги на плоскости это в том случае когда вам нужно установить его на какие-то точки жесткости ну вот здесь очень много бревен можно показать на примере сейчас с вами направимся к выходу соответственно я вам покажу каких случаях нам потребуется большая длина даже если нам не надо высоко подниматься в горах люди знают об этом почему это очень нужная вещь поскольку не всегда есть точка опоры где можно зацепиться штативом маленький штатив в этом плане сразу дает вам сильное ограничение если же вы хотите снять что-то необычное в необычном месте штатив вам даст большую свободу в этом вот смотрите здесь некое подобие протоки лес затоплен я обхожу по дням ну предположим что я хочу снять что-то или вот и над водой или в точке где я не могу подойти ну в данном случае вот смотрите пень стоит а вот Субтитры сделал DimaTorzok